Давай чаёчек попьем. Ребят, всем привет! У нас сегодня было такое приключение, сами видите, что уже ночь. Приехали мы в каньон Кокосан, на Черемисовские водопады, которые находятся в Белогорском районе, недалеко от села Поворотное. Собственно, мы сейчас в Поворотном и находимся. Да, мы сейчас в нём и находимся, в этом селе. Жеребёночек ещё вообще маленький. Лошадки. Красивые, да? Прошлись по каньону, я даже и покупаться успел. Это настолько холодно, она реально обжигает. Ох, класс! Виды, конечно, потрясающие, захватывающие. За счёт того, что сейчас переход с летнего на осенний период, и меняют краски деревья. И, конечно, очень завораживает вид, особенно на высоте, когда смотришь, и каньон перед тобой прям расстилается. Прогулялись хорошо, то есть, свежим воздухом. Устали, заблудились, прогулялись. То, что мы заблудились, мы прошли очень большой километраж, что мы могли меньше пройти, если бы немного мы... Там мы просто не знали куда идти, там просто не знали куда идти. Вроде бы идём правильно, но мы, конечно, сомневаемся в этом. Мы не знаем куда, на самом деле, идти. Приблизительно так смотрим навигатор, но так сели батареечки. Друзья, повернули мы обратно. Что-то мы увидели, что трек пишется совсем в другую сторону по навигатору. Потом села батарейка. В итоге мы развернулись обратно, идём в другом направлении. У нас нас сбил с толку. Пошли, получается, по деревьям меткам, которые метки были, одни в одну сторону, и вот так-то идут развилки по всем сторонам. То есть, один туда идёт, другой туда идёт, и мы из-за этого сбились. То есть, мы пошли по одной, потом оно уходит в другую сторону. В общем, как бы там велосипедные метки показывали. Ну, не знаю, синие метки вот эти. Которые мы вам покажем. Вот это вот нас сбило с толку. Мы шли не знаю куда, но потом мы выбрались в конечном итоге, когда уже назад шли, мы выбрались на дорогу и шли по другим. Ты сейчас всё расскажешь, людям будет уже неинтересно смотреть. Они уже всё и так знают, что и как было. Друзья, всем приятного просмотра. Смотрите всё, как это было. Да. Пошли. Конечно, иди по камушкам. Похоже на дачи мраморных, да? Поросёнок-хрюша. Пасутся свинки. Пепа. Вернулась. Слушай, здоровая такая. Бароны, коровы и курицы точно будут. Так, тут тоже какая-то дорога пошла. А, ну тут видно участки. Ну, это участки дачные, скорее всего. Мы, вон, что-то увидели, вон. Какая-то каменная плита. Сейчас подойдём. Ой. Спасибо, сына. Подойдёмся, Вернка, посмотрим, что здесь. Как на гробе какой-то. Тут вроде, вон, как плиты, смотрели, что это. Вон. Да, здесь, наверное, как кладбище было. Да, смотри, старинное кладбище. Офигеть. Смотри. Ребят, по пути к реке Кучук-Карасу вот мы увидели старинное кладбище. Вообще даже не знаем, что это за кладбище. Но тут есть вот сохранившееся надгробие. И сейчас мы этот. Угробная плита. Но это мусульманская, видишь? Мусульманская, видишь? Да, вот мусульманская, видите? Выйди-то прям, да? Угу. И вон ещё тоже, вон, вон, вон. Вот тут вот. Тоже вот, смотрите. Стоят. Ладно. Ладно. Да, пошли обратно. Ну, что это, что-то. Вот маленькая какая-то, да? Вот видите. Я думаю, это просто огораживали так. Пойдёмте. Пойдёмте. Лидим, сидите. Видите, сидите. Видите, как молитвы написаны? Потом в поисковике мы найдём, посмотрим. Что-то ты как-то повела меня, я же цирюю заком. Что интересно, тут даже табличек нет, да? Хотя бы указателем сделали. Тут есть вот то, что это республиканский комитет. Ну, короче, хозяйственное лесничество. Лежал лесной орех. Фундук. Да вот, да, вот он. Да, вот они. Ты его видишь? На дереве нет, не вижу на дереве. Тоже не вижу. Но он внизу валяется, смотри. Вот, вот, смотри. Собираешь вкуснятина. Вкусняшки. На турпродукт. Лёня, подожди. Чернослив нашли, да? Лесной орех нашли. Я тут думаю, сейчас кизил найдём. Надо было... Хотя мы пакетов набрали, можно на обратном пути понарывать. Насобирать это всё дело. Орехи, кстати, это очень хорошая энергетическая сила. Орехи очень много. Добавляю. Походит. Орехи. Орехи. Орехи, да, на человека. Сразу раз. Оно и сытость. Еще один, давай. Это ж корлупа, это уже кто-то скушал. А вот они как раз... Как раз вот в такой вот... А это как вот в сказке, да, помнишь? Три орешка. В каждом орешке или желание, или что там было? Нет, не помню. Тоже уже забыл. Я думаю, вдоль дороги здесь орехов достаточно. Спрятался от нас, да? Спрятался? Молодец. Ты так сильно смотри, не прячься, Ленечка. А то как начнем тебя искать, да еще и потеряемся. Ты пойдешь в другую сторону, а мы в другую. Да, здесь точно такая же, этот... Вон стрелочки. И лес такой же, и растительный. Как мраморная. Хотя мраморная совсем в другой стороне. Мраморная идет по Ялтинской трассе, а мы по Феодосийской. Не даже. Это Феодосийская. Ну вот стрелочки уже, указатели. Ну трасса Керчь-Симферополь. Ну трасса Таврида идет. Там Керчь-Симферополь, а... Да ну это же одни и те же горы. Ну да. Что с другой стороны. Видишь, там крестик туда. Так, налево, видите, крестик, значит налево не идем. Хорошо везде указатели сделаны. Скала торчит из леса. Либо как плавник из моря, да? Ну да, акули. Либо кулы. Друзья, если вам видно, вон смотрите. Гора какая. Мы ее видели со стороны вот трассы. И вот мы уже поднялись. Сейчас идем в сторону каньона. И потом пройдемся еще по каньону. И будем готовить кушать. Сейчас мы вот... А вон тоже, смотри, какой вид красиво открывается. Что это за ягодки? Слушай, прям на шиповник похож, да? Хотя это вообще не шиповник. Друзья, кто знает, что это за ягодки, пишите в комментарии. Я не помню уже. Может когда-то мы их и находили уже. Не помню. Я не помню, мам. Да, очень высоко забрался. Аккуратно. Водей, как-то не зато, да вот так и... Почитали, вот что это за указатели. Это ведется соревнование по велоспорту, велокроссу. И они нас ведут просто по навигатору. Смотри, вообще в другой стороне каньон. А нас ведет куда-то в ту сторону. Это с той стороны, там стрелочка была, туда наверх. Нам надо как-то спуститься, наверное, да? Вот там, там река с той стороны. Или там. Спускаемся в каньон. Мы пошли немножко не так. Пошли по пути велокросса. Стрелочки-то, оказывается, были нарисованы не для туристов. Слушай, ну я не знаю, здесь дорожка есть или нет. Это не тропинка идет, нет? Там вот что-то внизу уже есть. Давай, может, так как-нибудь спустимся. По камням. С реки камни. Ну да, вот тропинка туристическая. Гармин и трекс 20. Лазю я уже с ним. Когда я его купил? Где-то два года назад, да? Где-то я его приобрел. Нет. Год назад. Даже год. А, ну да. Да, ровно год назад. Ох, Ленька. Да. Ленка мне подарок сделал. Я хотела сделать подарок. Я нашла. И да, я купил вонючанку. Ну вот я обрел. Ленка нашла, а я купил. Потому что у нас такие навигаторы не продаются. Только в Москве. Работает что-то навигатор спутника. Находит очень много спутников. И спутник отражает, получается. Отражает, отражает, не знаю, как-то волны от деревьев. Там тоже можно функцию ставить. И единственное, в помещении он не работает, потому что спутник не ловит. Ну классная штука, очень удобная. Покупайте карты. Можете обычные карты. У меня спутниковая карта стоит. Ребят, смотрите, дошли вот до таких камней. Но эти камни, видно, сделаны были людьми. Потому что, видите, здесь все настолько выточено. Вот. И, возможно, это какое-то строение какой-то оборонительной стены, скорее всего, того же княжества Феодора. Хотя княжество Феодора, оно со стороны, там, Бакчисарайского района. Вот. Может, здесь какое-то другое было княжество. Тоже строилась оборонительная стена. Вот такие вот большие камни, может. Оно где-то там. Что-то здесь было. Красиво так плющ плетется по камню. Тоже хорошо так погулять. Да, шум. Даже просто шум деревьев, шум листьев. Только не тишина. Не, наверное, тишина. Даже не слышно ни птичек. Ну, они, наверное, где-то там. Ты их, наверное, ветром поздавал. Не, но когда только заходили, помнишь, там такая... Там вообще кричала птица прям. Птица. Как будто бы она предупреждала кого-то. Ага. Смотри, гриб. Да, вон гриб-трутовик, кстати, на дереве растет. Я сейчас вот обойду. Покажу вам поближе. Ленечка за мной бежит. С древности она осталась. Ну, представляешь, да. Так, друзья, дорога уходит туда, влево. Судя по навигатору. Получается, нам куда-то туда показывать. Влево. Вообще, нам туда показывают почему-то навигатор. Скажи, как вы прошли. Покажи пальцем. Держим путь туда. Через бересовшую речку. Стоянка была туристическая. А хотя вон краска синяя на это. Ну, пошли просто неправильно. Сбили с толку. Не, я говорю, с толку сбили нас эти велосипедные. А, кстати, ты заметил, что они туда пошли, где вот мы нашли на селе, они пошли в другую сторону стрелочки. Туда они ездят. Да, и то есть он вот здесь вот и заканчивается. Они как-то вот так-то ездят. Круг делают. И тут вот он заканчивается. Ну, на том же месте и заканчивается. Вань, смотри, вот здесь. Вот он. Это вода, да? Да, это водоем. А вон-то вот на дереве. Да. Грибок, скорее всего. Ну иди, пошатай. Палкой пошир иди. Как мы быстро все за час мы километров 30 обойдем. Смотри, там вот вон синяя, а вот красная. Красная можете не надо туда идти. И вон синяя. Три, через ально. Вон, в тропинку. Да, да, вон, вижу. болезнь какая-то на деревьях друзья вот если видите вот наш маршрут вот поворот на поселок и вот наш маршрут проложен до водопада купель молодости собственно мы сейчас вышли на правильный путь и будем вот идти уже по навигатору по стрелочке да клещи мухи ножки клещи облепливают полностью тело лезут в уши в глаза в лицо там идешь весь чухаешься друзья голос за кадром собственно вы меня слышали все это время все наша дорога у меня рюкзачок навигатор и вот сюда вот я цепляю камеру чтобы она не затрудняла мне движение у меня все свободные руки здесь у нас прицеплена камера gopro но это не реклама держим путь туда дальше ну да по обозначению сусанин нам еще чуть-чуть нам осталось два практически два километра все время до нашего путешествия только сейчас пьем осталось два километра 14 метров это пятилитровая там на баклажка примушки задолбали вообще молодец ты ко мне хочешь посмотри а горы все круче а горы скрываю самые тучи ребята заметили такое фишка что эти точки вот идет полосочки указатели метки они нарисованы просто на отшибе знаете открыто шел там намазал там намазал потом там намазал в той стороне намазал выходите вот вот так вот именно именно змейкой ходите вокруг этих по этим меткам ну блин я не знаю вот на ангарском перевале вот тоже идешь там долины привидений на городе мир джина там реально все понятно как идти здесь вообще не непонятно вообще ни о чем если вот то навигатора не было я не знаю блин тут либо здесь текли какие-то реки небольшие такие речушки вот не знаю почему так нарисовано уж они нас повели сначала наверх потом опять спустили вниз хотя мы могли просто пройтись вот по той тропинке бы свободно приехали мы где-то в два часа да а уже вот пишет что до заката солнце осталось часа три она надо же еще прийти вот с ребенком конечно идти медленней молодец треника все равно идет прям уверенно так вот на без усталости только вот воду хлебает вот так молодец ленечка лучше дашь фору любому взрослому ветки хрустят под ногами да классно давай молодец иначе так вот солнце заходит скоро через три часа нам надо еще прийти на водопад там приготовить быстро еды там доширака может ну бомж еды короче запарить покушать вот взяли с собой еще копченого сала чая в термосе и просто воды взяли может тоже чайчик так сварим ну и надо за это время успеть еще прийти обратно к машине это километров где-то 3 наверное думаю километров 3 так что валиваем побыстрее да то мы не дойдем до нашей цели водопад водопад еще до нашего водопаде купель молодости не молодимся мы в этом каньоне кукасан тут серия водопадов идет ребят и очень много этих меток и просто она на самом деле путает очень путает совершенно здесь прям тропинка я не знаю ножек это заросшая судя по этой тропинке из давно никто не шел ну вот здесь уже более вытоптана прям красиво да так красиво такой прям коврик в царе смотрели эти красные листочки прикольненько здесь вообще вид тоже классно открывается прям в каньон туда вниз ленечка подожди иди вперед леньки нравится когда обид уже на горы идет все-таки как-то ты уже понимаю что ты в горах находишься или я из леса появляются какие-то горные хребты это же вот интересно когда живописно интереснее ходить нежели когда все однообразно хотя и везде плюсы есть друзья сейчас хочу посмотреть вышел на такой вот вот обрыв нам вроде как вниз эти потому что навигатор показывает что в данном низ а тропинка пошла вот туда ту сторону тучки надвигаются так ну что давай тогда туда пойдем и там спустимся давай и она сухая вот ребят синяя метка здесь нет тропинки вы понимали о чем я говорил в начале пути нет туристических тропинок зато метки он везде расставлены спускайтесь как хотите повсюду как будто он наш и не так как так можно вообще по сути да вот где-то 300 метров он где-то здесь так все пересохло как бы моего и не увидим тебя посмотрите коряги разрушается ведь ломается рукой сейчас найдем сядем то вот здесь вон в каньоне сядем где-то вот в этом ущелье может туда еще дальше пройти там может где-то есть ход ну спускаемся вниз еще 400 метров вот по краешку сейчас тут по краешку идите подожди 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 аленушка словишь там леньку папоротник орляк растет смотри вот так он не пахнет ну на понюхай скалолазка ты моя скалолазочка альпинистка ты моя альпинист . держись держись все самое интересное начинается пролезу я через эту дырочку то она есть водопад 241 метр показывается ягодки да на вот сама река карасевка что такое травму получил обалдеть первая травма обалдеть чуть-чуть тут это и есть друзья что вы думаете вышли мы сейчас на реку малая карасевка собственно она возможно есть как она же кучук карасу и собственно вот он водопадище прям водопад ох ну знаете ну блин вышли да я думал я думал все реки пересохшие слушая здесь прям течет река в каньоне кокосан ну и собственно здесь мы сейчас разобьем лагерь купаться будем раскупнуть сейчас все на людей нет опа сейчас сниму рюкзачок друзья достигнута наша цель к водопаду купель молодости что ты такой бегает это паучки морские ли водный водный паучок давайте с вами сейчас прогуляемся вдоль реки и посмотрим красиво скала прям смотрели супер так подожди да ну ждет да конечно вид здесь будет классный когда водопад будет давай туда дальше пройдемся потому что почему-то показывает мне что до водопада еще 250 метров то что это даже не и не есть этот водопад это пока что по карасевке мы идем по малой карасевке алёшка водопад за дальше так друзья водопад слышу слышу водопад алё водопад там слышится да так что мы еще не пришли оказывается что друзья слышите там журчит водичка и собственно водопадик там находится так что ребят не все еще пересохла давай стою аккуратно не надо ножками прыгать станет здесь держится веточку давай рук не за счет этого столь он никуда не ходит и солнце 3 проволоку про повесили возможно так еще спускается он смотри видишь люди перевязывают не убирают проволоку или веревку и вот такая фигня остается дерево портит ужасно вот подожди но может это может это и есть купель молодость сюда на будем омолаживаться да есть от водопад купель молодости здесь возможно его омолаживается друзья если мы не ошибаемся думаю что мы не ошибаемся вышли по навигатору все как надо здесь нет табличек нигде но как бы по расстоянию вот мы достигли собственно водопада водопад купель молодости ну собственно я думаю это он и есть вот вам купель сейчас омоладимся и докажем вам что это купель молодости залезу туда да скупнусь как водичка холодная она холодная она холодная водичка она ледяная я говорю градусов 5 или ух ну кто то в пещере ух тут ух 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 Стоило сюда идти, ребят Вода просто огонь Она реально обжигает Она настолько холодная, она реально обжигает О, класс! Ребят, давайте пройдемся сейчас подальше, посмотрим, что здесь Тоже самому интересно Здесь такие прям как пещеры Это такой вот каньон Такие вот скалы возвышаются над нами Такая пещера Вот она, пещерка пошла, друзья Костер наш уже практически догорел Водичка у нас закипела Запарили мы новинки Кто не знает, это тот же доширак Ну, собственно, еда быстрого приготовления Сейчас вот подкрепимся Взяли еще сало копченого Вот, нарезали Я вот с луком Люблю лук Ну что, ребят, ну и Сейчас кушаем И выдвигаемся Точно куда идти мы не знаем Будем идти тоже по навигатору Но нужно идти по светлу Потому что, ну блин Я не знаю, куда идти И как мы дойдем Куда мы придем Главное выйти на тропу Потому что сейчас мы, видите, находимся в каньоне Там такой каньон И нам, естественно, нужно выйти с него Как-то подняться наверх Выйти на тропу И держать путь уже на поселок Поворотное Вот, я уже приготовил фонарик На часах 5 часов вечера Вот, кушаем и выдвигаемся Вид здесь огонь Все так живописно Все классно Единственное, что пугает Нависает над нами тучка И Возможно Может начаться дождик А может и нет, друзья Будем надеяться, что дождя не будет Что дождик нас не застанет Хотя вчера в Джанкое В северном Степном Крыму Дождь был И достаточно сильный Приятно журчит водичка Прям успокаивает Убаюкивает И Это нам сейчас на самом деле не на руку Да? Потому что Нам надо еще идти, друзья Надо идти А Уже хочется, знаете, влечь Так вот И отдыхать Посмотрите, какая скала здесь прям слоями Ну, блин, все очень красиво Ладно Иду кушать И потом включимся уже Когда будем идти Подкрепляемся еще МНДМ Друзья, как видите Затушили мы после себя Огонь Здесь все чистенько Все убрали Навигатор свой Все чистенько Все убрали Что-то не писали нам таких комментариев Мусор за собой убрали Всегда убираем И вам советуем Что, Аленечка, выдвигаемся? В какую сторону мы идем? Посмотри Вправо или влево? Туда идем, да? Ну, хорошо Ты здесь уже был? Ходил уже здесь, знаешь? Да? Ну, хорошо Пойдем Вроде бы идем правильно Но мы, конечно, сомневаемся в этом Мы не знаем, куда на самом деле идти Приблизительно так Смотрим навигатор Но так сели батареечки А запасных я не взял К сожалению То периодически я его включаю И Смотрю направление компаса Направление стрелки Может, Ленечку все-таки сейчас на руки возьму Поэтому так будем долго возиться Заблудимся, блин И потом придется нам Блукать по этому лесу Ребят, идем обратно Здесь как-то поинтереснее идти Потому что Идем вдоль реки И Везде такие вот Камни, полуны большие Деревья поваленные Вот в каньоне, да? Поинтереснее идти, чем В монотонном лесу Да, да Вот похоже, да? На красные пещеры Но зато там никто не ходит Здесь, видишь, он прям А мы пошли там, где дикие Дикие места Там ходит только пьяный лесник И черточки ставит Здесь, пожалуйста, уже тропинка Здесь уже как-то больше Похоже на туристическую тропу Черемисовских водопадов О, одевай Нормально? Да Не давит? Все хорошо? Да? Да, ну она потом соединяется Видишь, она или так, или так Вроде как вот тропинка Идет, видишь, здесь больше Че, Ленечка, может еще Еще подтянуть? Мам, не смешай! Да оно горит Оно горит К дереву подойди К дереву подойди И увидишь, что горит Давай я включу Пусть она стоит у тебя А я включу Во Все горит Вон, видишь, смотри, светится Друзья, повернули мы обратно Что-то мы увидели, что трек пишется совсем в другую сторону По навигатору Потом села батарейка В итоге мы развернулись обратно Идем в другом направлении Уже включили телефон и навигатор Вроде связь ловит Ну, думаю, идем в правильном направлении Ну, а заблудимся уже Останемся, переночуем Пойдем дальше искать Надеюсь, что мы сегодня выйдем С леса Из леса Все, будем держать путь Вроде как в правильном направлении Но мы уверены Где-то на 50% Что мы идем правильно Потому что Аленка говорит Что мы с другой стороны пришли Я говорю, что мы пришли с другой стороны Все Идем по велосипедным стрелкам Вот в такой темноте А ну там что за стрелочка Туда нет Туда-туда Капец Ребят, короче Вот такой вот экшен у нас Квест А здесь что? Девочка туда Ай, она водит туда-сюда А что она будет по кругу Входить И вот еще стрелка Короче, ладно Как придем, так включим все же Друзья, сейчас пьем чаечек И едем уже домой Как видите Мы нашли дорогу К машине Шли очень долго Сколько мы шли? Не знаю, я не засекала Где-то часа два, наверное, три Короче, друзья Вот смотрите Мы вышли Мы Ты смотрела тогда На часы Я тебя спрашивал Короче, сейчас на часах Пол девятого А вышли мы А где те окна? Руба говоря, в шесть часов, да? Ну, в полчаса А по кеаку? Короче, два с половиной часа мы шли Офигеть Я побегаю По кеаку Открытое окно Да Два с половиной часа шли В темном лесу Непонятно, правильно идем или нет Встречались нам какие-то стрелочки Указатели, да? Вот эти вот пленчатые висели Ну да, марафон Жесть просто, но Но мы шли и шли Аленка говорит Как ты по интуиции чувствуешь? Правильно мы идем или нет? Короче, мы Где-то два Не выключай, Ленечка Где-то мы два или три раза Сворачивали не туда Потом понимали, что мы идем не туда И поворачивали обратно И шли Короче, и шли туда Вообще, грубо говоря, шли по интуиции Но, друзья, мы нашли все-таки Нашли мы все-таки Путь к машине Мы вышли уже, да Как видите, мы уже в машине Сейчас пьем чай И едем домой, друзья Спасибо, что смотрели наше видео Тебе понравилось наше путешествие? Ну, ты экшн получился Понравилось? Ну, у нас как всегда Идем Неизвестность С детьми Мама, это тебе Как он там, да? Не знаю Брод, не лезь в воду Это тебе, пап Нет, сейчас уже садимся и едем Вспомнили, что у нас еще Термос есть с чаем горяченьким Блин, блаженство попить Супер Все, друзья, всем пока Всем пока Спасибо за путешествие вместе с нами Давайте, до новых встреч Подписывайтесь И ставьте лайки Пока-пока Пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok